Добренький денёчек, дорогие друзья! Это канал поделки-самоделки и я, Татьяна. И сегодня мы с вами сделаем шикарнейшую вазу из обыкновенного джута, картона и мешковины. Итак, из тонкого картона я делаю бокал. Закрепляю всё это малярной лентой, чтобы не распустился у меня картон. И теперь мне нужно ровно наметить, где отрезать вниз и вверх. Ну и потом, конечно же, подровнять всё это. Вот получился у меня такой стаканчик. Я закрываю теперь дно, добавляю такой же кусочек картона с помощью горячего клея. И когда клей хорошо застынет, я, естественно, лишний картон уже вырезаю, обрезаю. Теперь немного заклеим донышко, чтобы оно на всякий случай не выпадало. Берём воздушный шарик и надуваем его не очень сильно. Завязываем. Желательно покрепче, чтобы воздух не выходил. И вставляем в тот стакан, который мы уже сделали. Закрепляем шарик к картону той же самой малярной лентой. И обклеиваем обыкновенными газетами примерно 4-5 слоёв. Разведённый клей ПВА. И вот посушим нашу будущую вазу. Сделаем будущее отверстие с помощью бобины. И пока я не вырезаю. Это цветной джут, который я покрасила с помощью марганцовки. Ссылка в описании к видео, как это сделать. И сейчас вот я начинаю обклеивать мою будущую вазу сверху вниз. Ряд за рядом делается это. Я, честно скажу, не совсем удобно, потому что форма необычная. Но зато быстро, тем не менее. Очень просто и очень легко. Вот получилась такая у меня заготовка. Ворсинки уберём с помощью зажигалки. Теперь я беру острый нож и прорезаю ряд газет. И, конечно же, шарик, который был внутри, он у меня лопается. И я его оттуда достаю. Теперь я делаю кантик. Посмотрите, 4 нитки в правой полосе, 4 в левой. Я их кручу обе полосы в правую сторону и между собой потом перекручиваю влево. То есть обе полосы вправо, потом влево. И таким кантиком я отделываю вверх и низ моей будущей вазы. Приклеиваю, как видите, с помощью горячего клея. И для украшения вазы я использую мешковину. Эта мешкамина у меня отбеленная. Сейчас я сделаю очень красивую махру. С помощью того, что я вытащу несколько рядов ниточек. Вот такая бахрома или махра, как хотите. Это двухсторонний скотч. Немного отступив, я приклеиваю тоненький скотч. Он примерно 5 мм толщиной. Обрезаю. Теперь этот ряд прямо возле скотча режу по мешковине. И теперь буду работать вот с этой полосой. Сначала нужно удалить ряд скотча. Теперь я отделю пополам этот кусочек. Он примерно 15-12 см. И начинаю сворачивать гармошкой. Благодаря тому, что скотч очень липкий, все получается классно. Никакой иголочки с ниточкой мне не нужно. Вот это гармошечкой или веером, как хотите. Складываю мешковинку свою. Разворачиваю. И скрепляю концы опять же с помощью того же скотча. Он липкий. И получается у меня вот такой своеобразный цветочек. Теперь в серединку этого цветочка мы добавим немного красоты и, главное, запаха. Запах кофе. Обалденный запах кофе. Люди даже, которые не пьют его, или вернее не любят его пить, но запах им очень нравится. Поэтому, гляньте, очень красиво. Темный цвет кофе и белый цветочек. Теперь эти белые цветочки мы приклеим на вазу. Цветочки я сделала разного размера. Малюсенькие, средненькие, большусенькие. И вот в любом порядке, как вам только нравится, раскладывайте эти цветочки, приклеивайте. Естественно, ваза может быть любого объема, любой формы, любого цвета. Но, тем не менее, вместе вот такие оригинальные цветы на вазе будут смотреться очень красиво и необычно. Если вам понравилась эта поделка, обязательно поставьте лайк. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Пусть они тоже порадуются. Может быть, им тоже нужна будет такая поделочка, такой подарочек. Ну, а вам, мои дорогие друзья, я желаю всем огромного здоровья. Берегите себя. Постарайтесь себя держать в хорошем настроении. Ну, а теперь пока-пока.